всем привет сегодня приехали погулять в ботанический сад то что в центре брисбана с нами приехали наши друзья тоже которые здесь проживают брисбане уже четыре года вот мы пошли с ричардом погулять и решили заодно обсудить тему какие плюсы и минусы проживания в австралии точнее проживание в брисбане потому что про всю австралию бессмысленно говорить а вот про брисбан ну поговорим мы не так долго здесь живем а вот они проживают уже четыре года 2018 года в июле приехали сюда также из околанда из новой зеландии поэтому основные мотивы наверно как и большинство приезжающих из новой зеландии австралию это доступность жилья недвижимости по ценам по выбору и прочим фактором плюс хороший климат потеплеет чутка чем в новой зеландии но и работа в плане работы наверное каких-то возможностей по зарплате по карьере тоже пошире чем новой зеландии будет несложно но как создать в сравнении с мельбурном и сиднеем наверное поменьше конечно предложение но все равно есть да но в мельбурне и сидне и в то же время опять же вот доступность жилья да вот этот вот вопрос он там отрицательнее нежели здесь здесь ты можешь все еще позволит себе купить недвижимость работая на обычной работе не зарабатывая там сотен и сотен тысяч долларов да там же это очень тяжело сделать и там как я наслышан от моих знакомых тоже переехал в мельбурн сидней а там на непредвиденные бытовые расходы часто выше чем вот брисбене то есть зарплата буквально вот на этой неделе там каком-то очень тихом районе мне написала знакомая что у нее муж получил 500 долларов штрафа за то что он не по невнимательности там через сплошную линию переехал или что такое то есть из-за превышения скорости там более строже все и каких-то других моментах ну то есть это вы и расходы там гораздо выше и могут съедать изучать более высокой зарплаты ну да я соглашусь по поводу климата это тоже наверно плюс по сравнению с новой зеландии сравнивать мы в основном будем с новой зеландии потому что это место где мы до этого жили и ричард со своей семьей я со своей семьей большую часть времени наверно последнего поэтому это наверное ну самое правильно сравнить с новой зеландии потому что кстати у нас любят люди сравнивать но сравнивать там с россией с украиной мы вестись ты не будем ли или с казахстаном или с молдовой потому что это бесполезно во первых мы там не жили во вторых ну чуть-чуть разнятся и зарплаты и цены и так далее поэтому сравнение бессмысленно а вот австралия нова зеландия точнее брисбан и окланд это хорошее сравнение в плюсах-минусах ну вот плюсы я еще здесь считаю наверное на больший выбор каких-то развлечений что ли или каких-то мест что ты можешь делать чем ты можешь заняться вообще повседневной жизни куда и особенно для людей семейных с детьми здесь гораздо больше разных развлечений детских площадок мест куда можно поехать на все вкусы и на любой интерес можно найти занятия да потом еще плюс что еще плюс общественный транспорт честно говоря меня очень приятно удивил общественный транспорт что он очень удобный довольно таки и даже район где мы проживаем и находится далеко от центра города но добраться беспроблемно и стоит это всего лишь в районе пяти долларов зависит во сколько ты поедешь вот все то есть вот такая вот вещь автобусы кстати на удивление чуть подороже стоит как-то эти на автобусе когда ты передвигаешься тебя берут денег больше за каждый этот вот стейдж нежели когда ты едешь на электричке но тут уже как бы на какие то есть свои тонкости я не знаю какие и опять же он продолжает развиваться потому что через десять лет здесь будут олимпийские игры и очень очень самое время начать развивать общественный транспорт еще лучше чтобы можно было добираться довольно вообще в общем на обширной территории людям на праве гораздо более больше чем чем сравнивать городами новой зеландии ну из минусов например для меня здесь наверное меньшее количество и меньший выбор качественных продуктов честно скажу и больше выбор привезенных из европы там до менее качественных продуктов но это на мой взгляд я не знаю как ты думаешь трудно сказать в принципе зависит от того какая у тебя там средняя продуктовая корзина какие были предпочтения еде основные все овощи и фрукты практически доступны также но по ценам сейчас во всех странах растут цены на и на еду и на какие-то вещи первые необходимости нет это да я даже не про овощи и фрукты хочу сказать про не знаю по моему мнению мясные продукты в новой зеландии по качестве не но это вот сугубо мое мнение даже по вкусу говядина баранина более-менее похоже но вот элементарный пример я сварил борщ и запах баранины когда ты я ее варил чувствовался вот этот неприятный запах жира в новой зеландии я его никогда не чувствую то есть соответственно получается применяется комбикорм какой-то барашки находятся где-то в какой-то заперти какое-то время года да потому что в новой зеландии они постоянно находятся на природе и то есть постоянно едят траву то есть вот наверное это все-таки сказывается возможно порода животных не знаю это мое такое сугубо не на зеландии объективно экология как бы поближе такая конечно не фермеры там тоже умудряются немножко за засорять последнее время но все равно она более такая чистая и соответственно любой продукт из этой экологии из этой зоны экологически будет чище по сравнению с другими странами понятно еще наверное вот именно как плюс и минус и сравнение не знаю наверное новозеландцы более спокойные более приветливые честно сказать нежели австралийцы как-то с ними легче мне найти общий язык с новозеландцами был нежели с австралийцами вот вот опять же сугубо мое мнение потому что более приветливые пообщаться поболтать здесь если ты не хочешь разговаривать от тебя никто ничего требует не будет зеланди же люди все что зацепился и все и спрашивают и как и что и где и почему и при мне отстанут принципе очень даже популярная такая социальная часть жизни там где мы жили тоже в оконде по первому времени приезжают и живут клейт мэйт называется значит что в одном доме могут жить несколько там разных людей или даже парами живут раз и более такой контакт тесные такой коммунальный образ жизни но и при этом все всегда дружественно со-со-со переживает разные ситуации жизни и общение да общение тоже более открыто не знаю чем это связано может быть население здесь больше может быть просто страли и люди немного другого плана но да есть такая более закрытость вождение на дорогах как ты оцениваешь по сравнению трудно сказать немного времени я провожу на дороге но в общем среднем трафика здесь поменьше я ощущаю помню в новой зеландии когда вы работал в окленде постоянно очень много было пробок на главных motorway города и там стояние когда-то может добраться например выходной день либо в ранние часы за 20 минут оно легко могло превращаться в час или в час 20 из-за того что ездишь в часы трафика да то есть и очень такие и я замечал дождливые дни люди вообще два раза еще медленнее становится дорог и все это очень это да стопорит трафик здесь более такие все быстрые в плане езды ну и больше дороги наверное по инфраструктуре дорог есть какие-то бизнесные пути то есть нет не так сильно на 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 дорогах вот именно теснота такая для машин как как это в окладе например происходит можно других городах новой зеландии не так все плохо но по окладу да и помню это был отдельный отдельно так может пройдем но попробуем два ну вот зато по водителям я заметил что все-таки в зеландии как-то больше уступают более приветливые водители не знаю почему ну по крайней мере в первые дни мы столкнулись просто даже перейти дорогу вообще никто на нас не смотрел то есть вот на перекрестке стоишь если нет пешеходного перехода просто народ проезжает спокойно поворачивает и не смотрит на тебя в зеландии же сто процентов я уверен первый же остановился бы и пропустил тебя может знать что еще заметила по сравнением правильный процесс покупки и продажи машины и вообще ежедневное владение автомобилем здесь попроще мне кажется потому что здесь не требуется обязательно техосмотра многие машины они принципе так новые все хорошем техническом состоянии здесь нет такого климата там плане сильных морозов где машина может портиться быстрее и в принципе ты только единственный расход который делаешь это регистрация полгода по моему 360 долларов а на год 700 все бензин тут тоже подешевле чем в новой зеландии и меньше каких соприкосновений с ремонтом с какими-то сервисами вот это заметил по своей машине но я бы сказал даже не только в новой зеландии бензин здесь дешевле он по сравнению с очень многими странами в мире сейчас дешевле хотя до регистрация довольно таки дорогая вот мы почти 400 долларов заплатили за наш автомобиль хотя до 6 месяцев до за полгода хотя в той же самой новой зеландии мы платили до 100 долларов за в год за нашу вот toyota corolla что было то есть как то вот это ощутилась в то же время я думаю это компенсируется ценой на топлива яду как бы проходим прохождение где-нибудь до этого равновешивается но там так да ну по поводу ремонта или там базового сервисного обслуживания пока не сталкивался но я думаю через полгодика надо будет поехать поменять масло фильтры так далее тормозные колодки но вот там и посмотрим сколько это стоит по сравнению с новой зеландии опять вот не хотелось бы с одной стороны сравнивать с другой стороны по-другому плюсы и минусы ты не оценишь если ты не сравниваешь чем-то в автомобиле как я помню еще очень часто именно в окланде не знаю по другим городам но в окланде очень часто была проблема что разбивает стекла и вынимает если особенно на видном месте оставляешь машине какие-то вещи которые могут быть ценными либо похожи на ценами они разбивают боковые стекла и потом тебя дополнительная там суета чтобы найти заменить это стекло ну и плюс то что украли еще могут здесь я такого не замечал и таких жалоб как бы не слышал да в окланде регулярно где-нибудь идешь там по краю дороги смотришь разбитый стекло значит понятно сегодня сегодня что-то там пытались отличить из машины ну да так ну что еще плюсы минусы наверно минус что все-таки зелени здесь вроде как бы хватает но сейчас зима опять же летом наверно все-таки зелени поменьше и выгорает все намного больше это наверно минус одной стороны с другой стороны то что климат жаркий и больше возможности выбираться на природу и так далее отдыхать на и на это плюс вот да по климату здесь конечно бризман и местные жители всегда любят немного троллить приезжих что подождем когда они увидят наши волну жары летние месяцы это январь февраль конечно с начиная пол одиннадцатого дня и до до трех там конечно такая баня раскаленная что ты ощущаешь вот прям в лицо если идешь эти в лицо вот это жара очень-очень и очень жарко и да кондиционеры конечно это единственное как как тут можно спастись ну люди как-то привыкают знаю кому-то нравится больше жара кому-то больше нравится полы любители холода переезжают мельбурн там тасманию города по холоднее но не знаю я лично больше жару переношу чем чем холод поэтому тут медицинская вещь тоже опять же тут плюс минус непонятно плюс в том что посещение семейного врача здесь полностью бесплатно на вот это вот хорошая вещь тоже в самое время если принимаешь какие-то лекарства на постоянной основе то здесь они стоят денег даже по предписанию врача все равно полностью они не субсидируются соответственно в конечном итоге если принимаешь там два-три лекарства у тебя получается то же самое в плане цены что ты там сходил бы пару раз к врачу выписал эти лекарства и получил их бесплатно здесь же ты к врачу сходишь бесплатно но заплатишь за количество этих лекарств то есть я вот я просто по себе посчитал и получилось у меня то на то и вышло по деньгам потому что я от давления принимаю лекарства вот и все ну да в зеландии полное субсидирование потом там по-моему любое лекарство когда еще и помню 4 года назад 5 долларов стоило это за рецепт а сейчас не нужно платить за рецепт потому что пришел тот же самый австралийский игрок на рынок вот этот чем есть кемист в эрхаус да и он как бы сказал сразу мы не берем деньги за prescription 5 долларов то есть бесплатно но опять же да в любом случае то на то и выходит как мне кажется так что тут плюс для того кто здоровый и иногда нужно сходить врачу по каким-то вопросам тогда вы не платите ни за какие лекарства это конечно нормально самая конечно болезненная тема это дантисты для людей приезжающих постсоветского пространства и зависит конечно от разных факторов но как правило все равно нужно делать какие-то базовые вещи типа пломба либо нам нет удалить и это конечно среднем здесь 250 300 долларов за пломбу и 1000 и выше за мир если это коронки то где-то полторы тысячи долларов там конечно могут быть рекламные предложения что мы там вам сделаем за 800 но потом ты приходишь понимаешь что там еще дополнительно какой-то у них налог не был в рекламной цене а потом еще после этого какая-то профилактика нужна и в итоге ты еще и переплатишь а по качеству вряд ли ты получишь лучшие качества ну да но это болезненная тема и для новой зеландии поэтому тут сравнивать новой зеландии бесполезно там тоже цены сейчас выросли все говорят и так далее но самое интересное что в латвии где я тоже жил как иван а там практически ну в 80 процентов случаев ты получал качество при посещении дантиста а что в новой зеландии что в австралии это 50 на 50 я уже неоднократно ходил наверно может быть к разным там 7 8 дантистам и каждый раз что-то может сделать хорошо в каком-то другом там процессе такой ерунду сделать что это проблема в том что ты не можешь уже поменять если что-то что-то плохо сделано в плане данте дантистских каких-то процедур то все это безвозвратно и конечно очень важно по рекомендациям выбрать себе правильного стоматолога чтобы не допустить каких-то провальных результатов ну да это единственная вещь как ты можешь добиться ну чё давай подведем итоги все-таки как плюсов как мне кажется больше чем минуса в любом случае ну живность это наверное минус какая-то вот еще одну вещь я например забыл но потому что опять же зима и ты с ней сильно не встречаешься летом будет похуже потому что всякие змеючки паучки выползают вылезают опять же если к ним не лезешь то и они к тебе не лезут по сравнению низеландии конечно же минус но чтобы это было критично в плане жизни я не вижу на самом деле гораздо мне кажется опаснее всех вот этих пауков и змей конкретно по брисбану это сороки такие птицы здесь есть и у них когда начинается период гнездования он по моему начинается два раза они в году они просто становятся мега агрессивными и людей которые быстро там бегут либо на велосипеде придвигаются на скутере они просто догоняют и клюют любое возможное там место открытое но некоторые велосипедисты делают шлемы с такими иголками чтобы на них не нападали но иногда это заканчивается очень трагично как вот буквально было год или два на год назад мама с маленьким ребенком грудным парке гуляла в слинге и на нее начал нападать сорока и она как-то не выдержала равновесие она упала на ребенка и ребенок к сожалению умер вот насколько это тоже может быть опасно и казалось бы пауки там змеи да на самом деле живность может быть опасная даже в плане птиц птицы нападают по всему миру по большому счету во время того как они гнездятся я помню случай я читал новостях и в латвии были случаи в парках что нападали вороны на людей потому что они просто защищают свои гнезда таким образом они переживают ну да ну я помню если если там но здесь их много это другой это там птицы такие новой зеландии точно не таких история но там по европе наверно просто вороны они близко могут подлетать но конкретно вот вороны точнее сороки брисбена хани они прямо долетают и клюют и у них очень очень и очень такой клюв сильный и они реально могут травмировать ну поэтому надо наверное на момент гнездения птиц всяких разных вот таких вот таких не надо птицы на хлебник такое их их место называют бен бен чекен то есть курица мусорная мусорная курица потому что они очень любят всякие объекты собирается по мусорникам лазить такие и ибиса и здесь много и спарсов тоже много и в центре города все-таки на по плюсам перевешивают да вот все этот брисбан да конечно потому что население на сегодняшний момент сколько уже два с половиной наверно миллиона по всем районам место посчитать и территория побольше и эта часть часть инфраструктуры австралийский естественно что и доступность всяких не знаю вещей типа да и услуг по получше поближе китая значит побольше выбора хотя конечно во всем мире нарушены логистические эти цепочки да тоже приходится что-то ждать дольше но выбор я здесь все что хотел я мог найти спокойно новой зеландии прямо это была целая миссия чтобы а найти товар который именно тебе нужен и чтобы его купить по хорошей цене это да это да даже кстати вот элементарный заказ с алиэкспресс здесь шел буквально неделю ну возможно здесь стат есть я не знаю но просто-напросто по сравнению с тем что ты ожидаешь по несколько месяцев это в новой зеландии разница большая так что если вы выбираете вот ты бы уехал обратно в окон жить нет честно говоря пока есть возможность здесь находиться жить и работать я вряд ли бы осмотрел возврат в окон плюс цены на недвижимость которые сейчас там еще больше увеличились и плане аренды плане покупки это действительно надо быть очень упакован и миллионером чтобы переезжать и хорошо себя чувствовать по сравнению цен не знаю иван может быть уже говорил про сайт такой популярный номер 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 точка ком и там очень удобно любой город можно ставить сравнение с другим городом и посмотреть разные цены на услуги на товары на какие-то базовые вещи недвижимость жилье очень такой популярный в среде путешественников и мигрантов сайт номер ком но название будет внизу в описании в любом случае так что кому интересно переходите ну вот такой наверно вывод вот это вот и есть заключение того что человек прожив здесь четыре года обратно и не хотел бы вернуться мы честно говоря вот для меня например я мне тяжело сейчас ответить хотел бы я или нет там все таки с тем местом много воспоминаний много каких-то опереживаний да и так далее и тому подобное там есть свой дом наверное это на меня тоже много влияет да и прожили мы-то здесь всего еще даже полугода нету по большому счету поэтому мне пока судить сложно но то что плюсов здесь побольше честно говоря я это тоже могу отметить плюсов больше чем минусов так что вот такое заключение вспомнил еще кстати говорил по моему ивану что тебя меньше здесь вовлеченность преследует политику политические какие-то темы я помню когда в новой зеландии живешь там везде и параде по телевидению все политические какие-то истории сделаны просто мейнстримом и люди там на обеденных перерывах либо еще где-то но в быту обсуждает постоянно что там эта партия сделал что там это в брисбоне в австралии такого не замечаю то есть это конечно пытаются они сделать такое проникновение там и даже уже я вижу в молодежной группы в рейдинг много политических каких-то новостей пытается внедрить да но все равно это тебя так сильно не не втягивает вот именно вот вовлечение то что ты должен прямо следить за этим присутствовать тут очень много разных историй со всех сферах жизни brisbane times популярный сайт даже можно для примера взять там есть истории с такой этом секции по бизнес-политикой какие-то за по здоровью темы путешествия местные какие-то новости в новозеландские помню сам сайт например rnz нз радио не зеланд там всегда вся полная страница 1 нагружена с какими-то политическим какими-то историями кто с кем там что-то делят и и как будто ничего не происходит от конечно и много меня не устраивало дань новостного фона новой ланди здесь ты можешь на совершенно разные темы интересоваться новостями то чем живет это и прочее прочее но мне не понравились здесь новостные сайты что они пистолет рекламы бешено вот в ново зеландских такого количества не здесь прям вылезают в наглую и тяжело даже воспринимать информацию начал ну что на этом у нас все если вам все понравилось обязательно подписывайтесь ставьте пальчики вверх пишите свои комментарии делитесь своими мнениями о окланде и брисбане в основном о брисбане конечно же мне с вами я с вами прощаюсь всем пока спасибо что смотрели пока пока